друзья мои всем привет с вами я сергей гудин из канады и мне прислали довольно интересный вопрос который я вам сейчас и зачитаю звучит он следующим образом добрый день сергей подскажите пожалуйста если смысл переезжать в небольшие города с населением примерно доты до 100 тысяч человек например викторию британской колумбии по профессии я программист на сказать что вопрос совершенно замечательная понятия не имея где вам будет жить лучше в центре какого-то очень крупного столичного города в канаде или в глубинке канады на периферии на этом видео собственно говоря можно видимо наверное закончить тем не менее давайте попробуем разобраться вместе и для этого я вам задам сегодня 12 вопросов которые у меня для вас есть по мере того как я буду рассказывать я в конце буду задавать вам каждый раз вопрос на который вам всего лишь нужно ответить да или нет и поставить себе галочку вопрос номер один вы собираетесь ехать в канаду наверняка вы с женой это обсуждаете какие-то планы вы строите и вы имеете примерное представление по какому принципу вы будете подбирать свое первое начальное для вас жилье скажите мне пожалуйста каким образом вы собираетесь это делать у нас существует как правило три категории людей которые делают выбор жилья по следующему принципу я хочу приехать и поселиться обязательно в русской общине или как можно ближе по отношению к ней почему люди это делают я думаю что объяснять не нужно потому что большинство людей хотят быть ближе к своей общине к своей культуре к представителям вашей национальности давайте мы договоримся о том что когда я говорю про русскую общину это всего-навсего пример если вы украинец то речь идет про украинскую общину если вы белорус то соответственно про белорусскую и так далее в том числе и про казахстан и другие другие национальности если вы привезли с собой родители то наверняка им будет тяжело выучить английский язык это означает что когда он ходит в лифт вашего билдинга то ему будет гораздо приятнее комфортнее если он сумеет увидеть какую-то женщину с которой может поделиться или обсудить какие-то последние новости правильно очень многие люди привыкли к своей национальной еде поэтому вот например скажем в русском районе у нас есть замечательная сеть магазинов ями market вы можете пойти купить там и сгущенку и и тушенку и конфетки всевозможные мишка на севере на дереве коровку все что хотите там я не за торт наполеон никакой абсолютно проблемы нет более того многие люди хотят чтобы их дети поддерживали свою культуру чтобы они ходили в какие то может быть русский танцевальный кружок или может быть чтобы они поддерживали язык то есть ходили скажем воскресную школу где они могут соответственно учить или скажем так не забывать свой русский язык категория номер два людям которые говорят что вы знаете нам все равно где будет находиться русская община или украинская община мы будем селиться по принципу там где находится наша работа потому что нам по большому счету мы не так завязаны на национальном вопросе это понятно тоже почему потому что вы не хотите ехать полтора часа через весь город только потому что вы живете в русском районе а ваша работа находится черт знает где до группа номер три люди которые приезжают и говорят о том что мы будем селиться где угодно но только не в русской украинской или белорусской общине почему это происходит не потому что люди ненавидят себе подобных так как правило не бывает если человек русский или есть я украинец конечно мне надо я нормально отношусь к своей национальности другое дело что многие люди говорят я приехал в канаду не для того чтобы жить с русскими для того чтобы жить с русским не достаточно было оставаться в Перми или где-то жить во Владивостоке да там одни русские я там совершенно замечательно мог с утра до вечера с ними общаться я не для этого еду в канаду я хочу как можно быстрее адаптироваться стране и общаться соответственно с представителями других национальностей и жителей этой страны все что вам останется сделать это ответить на мой вопрос и поставить себе галочку. Какой вариант из мною перечисленных трех является вашим? Вопрос номер два. Скажите мне, пожалуйста, где вы жили или в каких условиях вы жили до этого? Если вы мне скажете, что вы представитель, скажем, горожанин таких столичных городов, как Москва, Санкт-Петербург, Алма-Аты, Киев, Львов и так далее, то я вам скажу следующую вещь о том, что у меня как у риэлтора приезжают люди с Москвы и Санкт-Петербурга, например. Как правило, эти люди не очень торопятся селиться в русском районе, потому что район Норс-Йорк, русский район в Торонто, это окраина Торонто. Дальше уже идет Мархом, дальше идет Ричмонд-Хилл и так далее. То есть, эти люди предпочитают селиться в даунтауне Торонто. Эти люди, как правило, привыкли к жизни большого города, к ночным огням, кафе, рестораны, всевозможные ночные клубы, метро, скопление людей, то есть, когда вот что-то крутится, двигается, вращается, для них в этом весь как бы смысл жизни. Поэтому, когда они окажутся в каком-то маленьком городке, они говорят, боже, какая тоска вообще, где люди, куда они девались, почему все куда-то попрятались по машинам, где вообще можно с кем-то повстречаться, поговорить. То есть, как правило, горожанин, который привык жить где-то в многоэтажке в центре Москвы, он не очень может, не очень, не то что не может, не очень хочет ехать куда-то за город. Опять же, если вы при этом скажете мне, Сергей, я жил всю жизнь в каком-то малюсеньком в глубине России городке или поселке, то понятно, что для вас уже как бы эта ситуация совсем другая. Опять же, все, что вам нужно сделать, это посмотреть с вашей благоверной друг другу в глаза и сказать, кто мы в этом списке, первые или вторые. Двигаемся дальше. Пункт номер три. Каждому из нас так или иначе приходится передвигаться. Как вы относитесь к общественному транспорту? Нравится ли вам управлять машиной? Любите ли вы добираться на ней до своей работы? Сколько времени у вас это занимает? Есть люди, которые говорят, да, окей, там за рулем находиться час, у меня не проблема, я могу за это время по телефону поговорить, там где-то что-то телефон даже подглядеть, там в фейсбук что-нибудь написать, да? Вот. А есть люди, которые говорят, я вот, я ненавижу, то есть сидеть в пробке для меня, ну полжизни проводить в пробке для меня это не годится никуда. Опять же, вы догадываетесь, к чему я клоню. Если вы живете где-то в каком-то городке, в очень маленьком, 200-300 километров от Торонто, то понятно, что, скорее всего, проблемы трафика у вас не будет. Вы просто садитесь на машину и через 15-20 минут вы находитесь уже на другом конце этого 100-тысячного городка, где вы тут же, так сказать, захлопываете дверь, и вы фактически заходите уже в свой офис. Правильно? А если вы, тем не менее, житель большого города и вам нравится жить в большом городе, то, как вы понимаете, трафика вам, скорее всего, не избежать никак. Если только вам удастся, повезет найти работу где-то очень близко к вашему дому. Номер 4. Скажите мне, пожалуйста, насколько вас интересует культурная жизнь того города, в котором вы находитесь? Как часто вы ходите, скажем, там, я не знаю, на балет? Может быть, вы большой поклонник, когда приезжают звезды российской, украинской, казахстанской эстрады? Или вы, например, любите таких звезд, как Стинг, Пол Маккартни, я не знаю, кто-то, так сказать, да, вот приезжают какие-то, Энни Ленокс. Опять же, понятно, что если вы большой поклонник ходить на спектакли и прочее, то если вы живете где-то очень-очень далеко, то вам будет это делать проблематично. Ну, в принципе, мы все здесь очень мобильные, мы ездим на машинах, конечно, можно сесть и поехать, если вам уж очень хочется посмотреть какой-нибудь балет, челкунчик и так далее. Но я, как вы понимаете, думаю, что и вы со мной согласитесь, много таким образом не наездишь, да, то есть, насколько это вам важно. В вашем письме, и это пункт номер пять, вы упомянули о том, что вы являетесь программистом. Как правило, они здесь достаточно неплохо устраиваются, эти люди неплохо зарабатывают, и зарплата может составлять и 70, и 80, и 90. У меня были клиенты, у которых зарплата была более 120 тысяч долларов. Если вы оказываетесь в глубинке, то я думаю, что это, наверное, вам в плюс, потому что жизнь там все-таки дешевле, при этом у вас достаточно большая зарплата. Все вроде бы неплохо. У меня есть только один к вам вопрос. Если вы зарабатываете один, то что будет происходить с вашей женой? Будет ли она сидеть с людьми, с детьми дома, или она будет тоже искать работу? Если она будет искать работу, то в качестве кого? То есть, одно дело пойти искать работу в Тим Хортенсе, и другое дело, если она хочет реализовать себя как личность сама, то есть она может быть инженер или какой-то, так сказать, занимается другой деятельностью. Насколько для вас это важный момент? Еще один момент, который вам надо обязательно учесть. Вы получили зарплату, очень хорошую зарплату, очень хорошую позицию, интересную работу в городе, который находится, скажем, в 300 километрах от Торонто. Что произойдет с вами, если через год, через два по какой-то причине этот ваш контракт закончился или вас сократили? Если вы говорите, что население вашего города составляет 100 тысяч человек, как быстро вы найдете себе реплейсмент, как быстро вы найдете себе аналогичную позицию с примерно похожей заработной платой, как быстро это произойдет. Понятно, что если вы находитесь в большом городе, то потеряв работу, у вас гораздо, гораздо больше для этого возможностей. Вы можете поехать на другой конец города, вы можете пойти устроиться, работать в какую-то другую общину. Это может быть масса каких-то других компаний, которые предлагают примерно аналогичные позиции. Понятно, что там трехмиллионный город, по-моему, если не ошибаюсь, по памяти Торонто. И сравнивать возможности трудоустройства в городе с населением 100 тысяч человек, это абсолютно разные вещи. Путь номер шесть. Может быть, он немного спорный, но это лично мое впечатление. Мне показалось, что качество людей, проживающих в глубинке Канады, в периферии, оно отличается от людей городских. В частности, например, не так часто, но я бываю иногда за пределами больших городов, отъезжаю немножко в сторону. У меня лично сложилось впечатление о том, что жить среди этих людей, наверное, все-таки приятнее. Они какие-то очень нараспашку, они какие-то вот без забрала, что называется. Простодушные, открытые, улыбчивые, очень доброжелательные. Такое ощущение, что если ты попросишь у него рубашку, он просто снимет и тебе ее отдаст. Понимаете? Жители, представители городского населения, на мой взгляд, в этом смысле, как правило, более консервативные, более немножко зажаты в контактах, более закрытые, что ли. Если для вас имеет этот вопрос значение, то, пожалуйста, опять же поставьте галочку, какой выбор в этом вопросе вы сделали. У меня есть для вас вопрос номер 7. Приезжая в Канаду, вы становитесь жителем этой страны. Насколько быстро вы хотите познать вот эту ту самую настоящую натуральную Канаду? Вы знаете, те, кто были в Нью-Йорке, наверное, знают о том, что когда вы выезжаете на машине из города, то вы можете увидеть сайн, щит, на котором написано «Вот здесь, вот здесь начинается Америка», потому что Нью-Йорк никогда не считался настоящей Америкой. Это конгломерат, это месиво из национальности, из общин, культур и прочее. А вот когда ты выезжаешь, когда начинается вот эта вот одноэтажная, малоэтажная Америка, вот тут она и начинается. Если вы хотите сродниться с этой страной, если вы хотите увидеть громадные какие-то территории, горы, озера, леса, то понятно, что в центре города Торота вам будет тяжелее это сделать. И совсем наоборот, если вы отъедете где-то там, я не знаю, за тысячу километров от города Ванкувер, то вы увидите ту самую настоящую натуральную природу, культуру и как бы вот эту вот суть этой страны. Вопрос номер восемь. Скажите мне, пожалуйста, как быстро вы хотите освоить английский язык? Ну понятно, да? То есть если вы приезжаете и селитесь в центре русского района, то я вам примерно скажу, что вас ожидает. Вы будете ходить в русскую булочную, там будет встречать вас какая-то знакомая женщина Надя, которая говорит, вот сегодня булочки вот эти хорошие, вот эту возьми, вот эту не бери. Вы будете ездить к русскому механику, дяде Володе, который будет вам менять покрышки, ремонтировать вашу машину и так далее. Вы будете ходить в русские магазины, да? Вы будете ходить брать русские книжки, как мы с вами говорили. Угадайте с трех раз, где быстрее ваш английский будет развиваться. Или если вы, скажем, допустим, отъехали за те самые, как мы уже говорим, 300 километров от Торонто, Ванкувера или Монреаля, вы живете где-то в каком-то очень таком глубинном канадском местечке, где кроме вас никто близко даже не говорит по-русски. Вот вы целый день 8-9 часов говорите, говорите, говорите на английском языке, и только когда вы приходите домой, вы можете перекинуться парой предложений со своими детьми и со своей женой. Я думаю, что ответ совершенно очевидный. определите, вам всего лишь нужно понять для себя и поставить галочку, насколько для вас это важно. Вы хотите все-таки быть ближе к своей культуре или вы хотите быстрее адаптировать язык? Давайте будем откровенны. И это пункт номер 9. Скажите мне, пожалуйста, давайте вот честно друг другу, глядя в глаза, вот прямо сейчас, скажите мне, пожалуйста, насколько вы толерантно относитесь с представителем других национальностей. Простой вопрос. Вы выбираете жилье, выбрали какой-то дом, который вам понравился, или это квартира, и вдруг вы видите, что вокруг вас живут 3 семьи индусов, 4 семьи из Бангладеш, Шри-Ланка, Джимейка, да, то есть люди черные. Скажите мне честно, нам тут, как говорится, мы все тут свои, скрывать нечего. Скажите мне честно и откровенно, насколько для вас это важно. Не стесняйтесь, потому что все мы люди, и уж какие мы есть, вот такие и есть. Я очень часто задаю этот вопрос людям, они говорят, Сергей, ну мы не расисты, конечно. Конечно, мы не расисты, там кого-то там вот линчевать, вешать и так далее, и тому подобное. Но хочется, хочется жить среди европейцев, среди представителей своей культуры, ну хотя бы внешне, чтобы люди выглядели так, как мы. Нам это понятнее, да, вот просто по культурным соображениям. Опять же, если вы живете в центре конгломерата, столичного города, вам будет это добиться сложно, потому что Канада изначально страна иммигрантов. Здесь, как говорится, каждый тварь и по паре, здесь вот так вот это все перемешано, накручено, перекручено. И опять же, если вы отъезжаете на 300, 400, 500 километров от Торонто, вы там увидите, что каждый раз, когда вы едете на машине 50 километров, потом 100 километров, потом 150, вы увидите, как белеет, белеет и белеет население, которое вы будете видеть вокруг себя. Путь номер 10. Допустим, вы собрались заниматься бизнесом. Если да, то каким? Если этот бизнес хоть как-то нацелен на вашу общину, на представители вашей национальности, вы делаете вышиванки, вы хотите открыть пелеменную, вы хотите открыть русский ресторан. Русский ресторан вы, естественно, можете открыть и где-то за 300, и за 400 километров от Торонто. Другой вопрос, будут ли к вам люди ходить? И на какую аудиторию, на какую клиентуру вы рассчитываете прицелиться в этом бизнесе? Если вас интересуют люди именно русскоговорящие, русскоязычные, то понятно, что вы должны находиться где-то внутри Торонто, в центре Ванкувера и так далее, иначе ваш бизнес просто не будет существовать. Путь номер 11. Вы решили приобретать недвижимость. Мы все так устроены. Я имею в виду наши люди, которые приезжают с территории бывшего Советского Союза, я это вижу как риэлтор, наши люди стараются при первой возможности купить недвижимость. Наверное, это связано с нашим каким-то генетическим голодом, потому что мы привыкли жить, наше поколение, например, бабушка моей жены, всю жизнь работала каторжно, не покладая рук. Все, что она за свою жизнь заработала, это малюсенькую комнатку в коммунальной квартире. Собственно говоря, она и умерла, и больше она так, и, собственно говоря, это было ее последнее пристанище. Поэтому, когда люди приезжают, сейчас вы знаете, вот люди пишут, что и в России, и в Украине очень тяжело, допустим, купить. Высокий процент, дорого, люди не могут это сделать. Поэтому при наших низких процентах, когда люди приезжают, они вот просто рвут и мечут. Им хочется купить какой-нибудь большой дом. Иногда мне кажется, что они покупают дом, который им даже, может быть, не нужен по площади, но хочется дорваться, понимаете? В этом есть еще момент определенного морального удовлетворения. Я приехал в эмиграцию для чего-то. Если ты приехал, и в твоей жизни ничего не улучшилось, то зачем ты приехал? А вот ты видишь, у меня хорошая машина, у жены прекрасная машина. Мы хорошо, нормально одеты. Ты посмотри, какой у нас красивый дом, или какая шикарная у нас квартира в центре города. Понимаете? В этом есть большой смысл, и люди обязательно стараются купить. Вопросы. Вы, наверное, в курсе дела о том, что даже маленький, очень скромненький домик в Торонто, на сегодняшний день отдельно стоящий, самый скромный, стоит миллион долларов. Если вы хотите купить что-то более приличное, миллион двести. Если вы хотите купить нормальный, более-менее приличный, симпатично выглядящий дом, нормальные площади в Торонто, полтора миллиона долларов. Вот такие у нас цены. Большинство людей, конечно, близко не могут себе это позволить. Что происходит, если вы отъедете на 500 километров от Торонто? Ну, понятно, что недвижимость будет стоить 2-3-4 раза. И если вы тот самый программист, которому и в Торонто, и в эти 500 километров дистанции от Торонто платят примерно одну и ту же зарплату, то, конечно, вам там интереснее покупать недвижимость. Вы можете купить себе шикарный дом с большим участком и так далее. Есть только один момент, о котором не надо забывать. Дело в том, что когда люди говорят, я вот, ты знаешь, я поеду в Берри. Берри, это, в общем, достаточно далеко, возле озера. Там гораздо дешевле недвижимость. Есть причина, почему недвижимость на периферии дешевле. Почему? Я думаю, что объяснять мне не нужно. Потому что гораздо меньше рабочих мест и гораздо, как правило, ниже уровень оплаты. И если, как мы говорили о том, что вы, не дай бог, потеряете эту работу, то у вас будет большая проблема восстановить, найти такую же аналогичную себе работу. Поэтому чудес не бывает. Здесь нужно смотреть. Если вы имеете зарплату такую же, как мы сказали, в 100 тысяч долларов, то вам, конечно, будет на периферии гораздо интереснее покупать недвижимость. Если вы в Торонто могли получать зарплату в 100 тысяч долларов, а там вы получаете 60 тысяч, что вполне возможно, что то, что вы получили разницу в эту, вы, собственно, ничего и не выгадываете. И, наконец, пункт номер 12. Скажите мне такую вещь. Любите ли вы домашних животных? Хотели бы вы иметь 2-3 собачки? А может быть, еще лучше добавить к ним пару-тройку кошечек? А может быть, вам хотелось бы, я не знаю, держать курей? Или гусей, допустим? Я не знаю. Для нашей культуры, в наших странах это нормальная вещь. Вы помните, участок земли 6 соток, 10, 12, 15 соток. Это нормальная вещь. Люди сажают картошку, помидоры. И, может быть, вам тоже хочется посадить себе где-то перчик, там, я не знаю, лучок, чесночок, помидорки, чтобы красные висели на подвязочках, да? Почему нет? Если мы с вами говорим про Торонто, то реализовать эту задачу будет практически невозможно. У нас земля у домов, как правило, очень маленькая и очень дорогая. Если для вас это важно, вы хотите иметь такое какое-то приусадебное хозяйство, дома и картошечки, и помидорки, и лучок, и чесночок, то если вы готовы уехать за 200-300 километров, вы совершенно запросто можете там эту задачу для себя реализовать. Друзья, если вы внимательно слушали мои вопросы, все, что вам нужно сделать, это просуммировать ваши галочки. Помните, я просил вас после каждого вопроса ставить галочку, соответствующую вашему выбору. И я думаю, что когда вы увидите итоговый результат по вашим галочкам, ваш вопрос перестанет для вас существовать. Вы получите совершенно ясно, предельно четкий ответ на свой вопрос. Вот, собственно говоря, и все. Друзья, я уверен, абсолютно уверен, что я почти наверняка что-то забыл, какие-то моменты. Пожалуйста, напишите это в комментариях внизу, я с удовольствием прочитаю. Если вы думаете, что я их не просматриваю в ваши комментарии, то вы ошибаетесь, я всегда их с интересом смотрю. Пожалуйста, напишите. Если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь, если вы хотите получать дальнейшее мое видео. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить это лайк, потому что это мне дает обратную реакцию. Я вижу, говорю я вам что-то дельное, стоящее или нет. Друзья, это все на сегодня. Всего самого замечательного. И до следующего раза. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok